Я не дипломат. Я не шпион. У меня нет никаких секретов. Я никогда не работал ни на федеральное правительство, ни на военных. Я всего лишь частное лицо. И мне поставили тот же диагноз, что и нашим дипломатам, находящимся на Кубе. Добро пожаловать в глобальный феномен Surviving the Survivor, где мы все просто пытаемся выжить в суровом мире. Джоэл, вы действительно очень обидчивый человек. Но я маленькая пожилая леди, и никто не говорит плохих вещей. Джоэл, пожалуйста, открой мою бутылочку. Карм, мы начали представление. Вы просите меня открыть вашу бутылку с водой. Я действительно вижу две руки на ваших руках, но... Это вы. Да, но... За... Это я. Неделя. И это сразу переходит к делу. Вы можете взять свою соломинку и выпить прямо здесь, в начале шоу, но это идеальный переход к тому, с чего я собирался начать. Официально это 63-й эпизод, и причина, по которой я знаю об этом, заключается в том, что я вернулся домой с работы, с моей другой работы. Вчера в полночь мне пришлось выложить сегодняшний эпизод на YouTube, и он волшебным образом не появился ни на Spotify, ни где-либо еще. Мне пришлось разместить это там, и мне было предложено пронумеровать каждый эпизод. Это звучит просто, но вы должны изучить каждый эпизод, отредактировать его заново и опубликовать повторно. Всего 63 эпизода, и на это у меня ушло около часа и 45 минут. Кроме того, я добавил к каждому из них совершенно новую привлекательную иконку. Итак, пока вы храпели, а я готовился к этому подкасту, вот что происходило. И вот моя награда. Ларри Левин пишет нам. Мы, как вы знаете, сняли несколько эпизодов по делу об убийстве Дэна Маркелла, которая продвигается очень успешно. Люди проявляют к нему чрезвычайный интерес. Такие ребята, как Ларри Левин или Левин. Вот его комментарий на YouTube. Я собираюсь прочитать только часть этого. Я не могу поверить, что Джоэл так хорошо относится к своей маме и насколько она всепрощающая. Он открыто оскорбил ее три или четыре раза, сказав, что у нее сейчас важный момент, напомнив ей, что она не она здесь главный. С другой стороны, когда она все-таки выступает, у нее обычно есть хорошие моменты и уникальные идеи. Тем не менее, я восхищен его судебным процессом. Кроме того, все присутствующие высказали несколько интересных комментариев и анализов. Ну и дела, спасибо, Ларри. Это очень забавно, потому что тебе 80, почти 83 года. Мне исполнится 83 года. Сегодня 15 июня, 7 августа. Если я проживу так долго, мне исполнится 83 года. Так что это не преувеличение. Моя жена, как известно, описывает себя как девицу, попавшую в беду. Я никогда не играла здесь роль девушки. Нет, вы этого не сделаете. Но меня до чертиков раздражает, что я получаю письма с угрозами, а вы получаете, что всю работу выполняю я. Никто не видит, что здесь происходит за кулисами. Это. Вы приходите в своей шале. И в своей. Вам 83 года, и вы им станете. Именно вы. Попросите меня открыть бутылки с водой, и я получу все письма с угрозами. Как насчет немного любви? Единственный человек, который подарил мне любовь, это пончики. В любом случае, карм. Ваша собака по кличке Этель дарит вам любовь. Между прочим, мы как раз готовим парочку. Мы снимаем два эпизода на этой неделе и два эпизода на следующей, потому что сейчас лето. Я собираюсь ненадолго уехать, и хочу, чтобы это продолжалось и дальше. Все, что вы мне говорите, это то, что я этого не делаю. Я этого не делаю. Я сказала, что не могу заниматься этим дважды в неделю. Вы будете заниматься этим дважды в неделю на этой неделе и на следующей неделе, и у вас нет абсолютно никакого выбора. Хорошо. И еще я никогда не видел вас более счастливым, чем полтора часа здесь и здесь, когда вы выходите из цитируемого дома престарелых в Майами-Бич. Но сегодня у нас очень интересный гость. Его зовут доктор Лен Бер. Он врач. Он также утверждает, что страдает от гаванского синдрома. У нас был гость. Мой давний друг Марк Палмиропулос проработал в ЦРУ 26 лет, и у него был диагностирован гаванский синдром. Он стал мишенью, когда находился в деловой поездке в Москве. Что делает доктора Лена Биара таким интересным, так это то, что он не агент ЦРУ. Он не федеральный служащий. Он обычный рядовой Джо, если хотите, обычный лен. Интересный персонаж, очень умный. Мне было немного неохотно сниматься в этом эпизоде, потому что в этом мире много сумасшедших людей, но он прислал мне одного из них. Какое слово я ищу? Приведите одну цитату за другой. Он прислал мне подробный анализ своей болезни и диагнозы, полученные от пациентов. Кстати. Я врач. Наша официальная партийная линия, мы уже брали у него интервью или еще нет? У нас их нет. Хорошо, тогда я буду действовать соответственно. Все в порядке. Он будет следующим. Доктор Ленбер с синдромом Гаваны в главной роли. Вы хотите помочь моему сыну? Его компания Content Partners Media специализируется на создании фирменных видеороликов и контента для инновационных компаний и других организаций. Добро пожаловать в игру Survival the Survivor. Настало время для главного. Итак, Харм, я знаю, что вам это знакомо. И я расскажу вам, почему я уверен, что вам это знакомо. Мы собираемся поговорить с человеком, страдающим гаванским синдромом. А кого вы знаете? Кого еще вы знаете? Кто страдает этим синдромом? Это Марк Полимерополос, у которого здесь брали интервью. У него здесь брали интервью. Сколько букв в его фамилии? По-моему, вы сказали. 1414. Письма в Полимерополисе. И я знаю это, потому что знаком с Марком Полимерополисом со второго класса. Но Марк Полимерополис впоследствии стал одним из самых титулованных офицеров ЦРУ в Соединенных Штатах Америки. Я полагаю, что он руководил примерно тремя агентами до того, как ушел в отставку после того, как, цитирую без кавычек, вышел из тени после 26 лет службы. Но у него был диагностирован Гаванский синдром. Мы еще немного поговорим об этом. Но есть еще один человек, у которого был диагностирован так называемый Гаванский синдром или направленные энергетические волны. Это доктор Леон Биар. Как у вас дела, доктор? У меня все хорошо. Как у вас дела, Джо? У меня все отлично. Спасибо, что присоединились к нам. Так что позвольте мне быстро рассказать аудитории, кто вы такой, а затем мы поговорим обо всем этом. Доктор Биар, врач, получивший образование в России или бывшем Советском Союзе. Я полагаю, что вы были эндокринологом и практиковали около 10 лет в бывшем Советском Союзе, прежде чем переехать в Соединенные Штаты в 1990-х годах. А сейчас занимаетесь вопросами регулирования в пищевой промышленности. Доктор Биар в настоящее время является натурализованным гражданином США, и врач поставил ему диагноз, когда он жил недалеко от Чикаго. Врач Майкл Хофер, который работает здесь, в Майами, поставил ему диагноз Гаванский синдром или направленные энергетические атаки. И что делает это настолько интересным, так это то, что доктор Биар не служит в армии и, насколько мне известно, не является послом или дипломатом любого рода. Как у вас дела, доктор Биар? Все это правда? Все это правда. Вот что, на мой взгляд, настолько принципиально отличается от моей истории, что я не являюсь дипломатом. Я не шпион. У меня нет никаких секретов. Я никогда не работал ни на федеральное правительство, ни на военных. Я всего лишь частное лицо. И мне поставили тот же диагноз, что и нашим дипломатам, находящимся на Кубе. Так что просто вернемся на минутку к Марку Палмиропулосу, потому что я думаю, что это важно. Так получилось, что он мой очень давний друг, с которым я не поддерживал связи, потому что он занимался всевозможными шпионскими делами, о которых он не мог никому рассказать. До войны он служил в Афганистане. До войны он служил в Ираке. Но, по-моему, он работал в 2016 году и случайно оказался в вашей родной стране. Он был в Москве и внезапно сильно заболел. Он описывает, как находился в гостиничном номере, испытывая ужасное головокружение, головную боль, рвоту. И вы знаете, кто является высокопоставленным шпионом. Если ты не возражаешь. Перенесемся вперед. Он возвращается в Соединенные Штаты. У него диагностировано то, что теперь стало известно как Гаванский синдром. И он действительно ищет лечение. Сейчас он регулярно проходит лечение в медицинском центре Уолтера Рида, который является лучшим военным госпиталем в мире за пределами Вашингтона, округ Колумбия. Но, опять же, что в этом такого захватывающего? Доктор Медвежонок, по-моему, у тебя его нет. Вы никогда не бывали в... Вы служили в армии в России? Всего лишь в течение короткого периода времени это было частью подготовки врачей. Совсем немного. Во время учебы в медицинской школе я изучал военную сторону дела. А затем вам предстоит примерно двухмесячная военная вылазка, чтобы получить звание лейтенанта. Вы заканчиваете учебу в звании лейтенанта, но это медицинская служба. Вот так. У меня есть вопросы. Никаких секретов, никакой гордости. У меня есть к вам вопросы. У меня есть к вам вопросы. И, очевидно, мне не следует даже говорить об этом. Но я собираюсь это высказать. Если мои вопросы неуместны или вам неудобно отвечать на них, просто скажите, что я беру на себя пятое место по этому вопросу. Я не буду отвечать. Но я собираюсь задать вам множество вопросов. Прежде всего, я должна знать, где вы родились. Я родился в городе под названием Секлёвкар. Если вы посмотрите на карту России, то увидите, что Уральские горы как бы пересекают север и юг. Это как раз на западной стороне европейских гор. Именно здесь оказалась моя семья. Так вот, моя семья по отцовской линии жила в Пруссии, которая до войны была частью Германии. А потом в Польшу вторглись, и произошёл этот пакт между Гитлером и Сталиным. Возможно, это моё профессиональное отклонение, но мне нравится, когда я разговариваю с кем-то, и я хочу узнать немного о его прошлом. Если у вас есть какие-либо вопросы о моём происхождении, где я родился и так далее, я готов ответить и вам. Вы можете задавать мне вопросы, но вы родились в этом городе в большой семье, в маленькой семье. Сколько у вас было братьев и сестёр? У меня есть старший брат. Вся моя семья сейчас живёт в Германии, потому что они признают гражданство моего отца. Но это еврейская семья. У меня мать и отец евреи. У меня была двоюродная бабушка, которая также пережила Холокост. Именно поэтому я сказал Джоэлу, что вы так сильно напоминаете мне её. Спасибо вам. Я тоже. По духу. Я тоже. Спасибо вам. Я вам очень благодарен. У доктора Бера головные боли возникают из-за целенаправленных энергетических атак, а у меня головные боли возникают из-за вас, Карм. Моя энергия направлена исключительно на вас. А теперь пришло письмо с угрозами. Но, Карм, позвольте мне затронуть здесь кое-что интересное. И мы собираемся немного попрыгать здесь. Но, да, мы не очень-то методичны. Мы позволим вам рассказать свою часть истории. И я посмотрела интервью, которое вы дали на YouTube, и вы знаете, я не совсем слепа, когда прихожу сюда. Это вы. Вы действительно подготовились. И это очень приятно. Нет-нет, я ещё не готова. Но я немного не в себе. Вы только посмотрите на это. Она наконец-то призналась в этом. Итак, в марте 2022 года, то есть два или три месяца назад, у меня проблемы с математикой, директор национальной разведки, глава ДНР Вирилд Хейнс и директор небольшой группы под названием ЦРУ выступили с заявлением. Сейчас март 2022 года, и я получил часть этой информации от самого доктора Байера, так что я ценю это. Они пишут, что мы продолжаем прилагать дополнительные усилия, чтобы разобраться в аномальных инцидентах со здоровьем, или АХИС, и обеспечить доступ к медицинской помощи мирового класса для пострадавших. Мы добиваемся прогресса в обеих областях. Недавно мы поделились результатами скоординированного анализа разведывательного сообщества ИСЭ, в котором основное внимание уделяется вопросу об атрибуции. И сегодня они пишут, мы рады поделиться рассекреченным резюме отчета группы экспертов ИСЭ, о котором мы попросим доктора Байера немного рассказать нам. Но доктор Байер, очевидный вопрос с нулевыми 64 долларами, и я знаю, что это именно тот вопрос, который люди будут спрашивать меня. И я надеюсь, что вы не найдете преграды, но почему из 7 миллиардов человек на планете Земля именно вы оказались в числе тех, кто подвергся одной из этих энергетических атак? Как вы думаете, почему вы на самом деле стали мишенью? Вы не служите в армии и не являетесь бывшим сотрудником КГБ. Вы не дипломат. Я не знаю. И именно поэтому я хочу, чтобы мое дело было расследовано. И я не хочу делать никаких предположений, потому что я один из немногих гражданских лиц, которым действительно был поставлен правильный диагноз. И я знаю, что по крайней мере есть люди, которые представляют себя, и у меня нет причин не верить, потому что они испытывают, они описывают один и тот же опыт. У них просто нет времени, иногда это вопрос денег, чтобы самому слетать в Майами, провести там день и заняться чем-то другим. Проведите вестибулярные тесты и получите правильный диагноз. И поэтому я должен быть очень осторожен в своих заявлениях. Но, честно говоря, это то, что было сделано с вами дистанционно. Абсолютно верно. Я понятия не имею, кто это делает со мной, и я не знаю, почему они это делают со мной. У меня есть кое-какие мысли, у меня есть кое-какие предположения, но я бы предпочел не делиться ими. Я хочу, чтобы мое правительство провело расследование и защитило меня от этого. Да, там были дети, дети-жертвы, но я верю, что все они дети. Насколько я знаю, доктор Биар, вы знаете лучше меня. Я полагаю, что большинство детей, если не все, были так или иначе связаны с дипломатами. Я не знаю, пострадали ли дети из числа гражданского населения. У нас были проблемы со связью, но да, я думаю, что понял ваш вопрос. Я думаю, что дети являются членами семей федеральных служащих, которые подверглись нападению. Хорошо, теперь следующий вопрос. Следующий вопрос. Я чувствую себя так, словно я теперь ФБР. Но следующий вопрос заключается в том, когда это произошло. Когда? Знаете ли вы момент ваш возраст на данный момент? Где вы были и так далее? Псалом 56, так вот, это произошло три года назад, почти с точностью до даты. Итак, мне поставили диагноз два года назад, и с тех пор, как это началось, прошло три года. И когда это началось, я почувствовал необычную вибрацию. Это нечто такое, чего я никогда раньше не испытывал. Звуки, которые я никогда не слышал, и которые никто вокруг меня не может услышать. И я спросил своего партнера, я спросил, чувствуете ли вы эту вибрацию. У меня такое ощущение, что вибрирует все мое тело с головы до пят и моя голова. И это очень неприятно, вызывает тошноту, головокружение и усталость. И он сказал, нет, я ничего не чувствую. То же самое произошло и с кубинскими дипломатами. В той же квартире были люди, которые почувствовали это, а кто и нет. Значит, сначала вы почувствовали это в квартире. Сначала вы почувствовали это в своем доме? В моем доме, да. Хорошо, вот в чем был вопрос. Мне просто нужно было прислушаться. А было ли это в течение длительного времени, или это был одноразовый удар? И с тех пор на вас это повлияло? С тех самых пор. И мои атаки все еще продолжаются. Буквально вчера днем у меня случился очень серьезный приступ, из-за которого я потерял работоспособность на несколько часов. Но просто чтобы внести ясность, у вас продолжаются побочные эффекты, или, например, вчера вы чувствовали, что снова попали в цель? Это происходит ежедневно. Прямо сейчас это происходит ежедневно. И вот на что я хотел обратить ваше внимание. Когда вы говорили о марке Поле Марблсе или дипломатах, я никогда не слышал, чтобы кто-то задавал им этот вопрос, потому что они явно страдают. Но страдают ли они от этих нападений? От этих непрерывных эпизодов, похожих друг на друга? К тому, что они испытали на Кубе, или это просто последствия? Это похоже на то, что Центр по контролю и профилактике заболеваний назвал это двухфазным расстройством. Итак, первая фаза – это травма, и она продолжалась несколько месяцев, пока они были на Кубе, а потом они вернулись, и это прекратилось. И этот вопрос так и не был задан. И мне очень-очень любопытно, продолжают ли они испытывать эти приступы, потому что субъективно вы не можете этого не заметить. Это не похоже ни на что другое, что вы когда-либо испытывали. И, будучи врачом, я знаю, что нет такого неврологического расстройства, которое заставило бы вас испытывать это чувство. Таким образом, как с субъективной, так и с профессиональной точки зрения, я знаю, что это активные приступы. Вот что я делаю, и я умоляю ФБР провести расследование, но они уже дважды отказываются расследовать это. Потому что у меня происходят эти ежедневные атаки, и вы пытаетесь выяснить, кто нападает, как это делается. Вот я здесь, в своем собственном доме, на меня нападают каждый день. Итак, еще раз, чтобы внести ясность, потому что, когда я разговаривал с Марком Полимеропулосом, мое понимание, и я могу ошибаться, но я не думаю, что это так, заключалось в том, что на него напали во время поездки в Москву. Всего один раз. Возможно, это происходило несколько раз в отеле. Но затем он продолжает страдать от этих симптомов и по сей день, спустя годы. Но вы же говорите, что на вас постоянно нападают, верно? Именно это я и имею в виду, что мои приступы продолжаются с тех пор, как они начались. Они усилились. Они будут усиливаться. Они будут усиливаться. Меня действительно доставили в отделение неотложной помощи с приступами, потому что так оно и есть. Направленная энергия действительно вызывает приступы, если интенсивность достаточно высока. И я испытал это на себе. Это называется эффектом мясника. Это хорошо описано в литературе. Электромагнитные волны определенной интенсивности вызывают это явление. У вас в голове появились эти вибрирующие стробоскопические вспышки, вы полностью потеряли ориентацию, а у меня начались конвульсии. Я никогда не терял сознание, но меня доставили в отделение неотложной помощи. Они не обнаружили ничего, кроме повышенного содержания кальция, что на самом деле типично для направленных энергетических атак, потому что оно поражает нервную систему. И выбивает ионы кальция из синапсов соединений между нейронами. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, но это вопрос, который необходимо задать. И я знаю, что люди подумают об этом и скажут, «Эй, Джоэл, задай этот вопрос». Как поживаешь? У тебя никогда не диагностировали паранойю, шизофрению или что-то в этом роде, верно? Это первое, что я сделал, когда у меня начались судороги, и я понял, насколько это серьезно. Мне потребовался месяц работы, чтобы пройти все тесты, включая психиатрическую экспертизу. Итак, мой психиатр категорически отверг параноидальное или бредовое расстройство, никакой шизофрении. На самом деле, ни у кого не развилась шизофрения в нежном возрасте 55 лет. Потому что, знаете ли, если у вас это не развивается примерно к 30 годам, это не шизофрения. И я рассказал ему о Национальной академии наук и другой литературе, а также воздействии микроволнового излучения на слух. Существует множество литературы. Есть несколько экспертов по нейрооружию, которые свободно говорят об этом, пытаясь привлечь внимание общественности и врачей, и говорят, это уже не научная фантастика. Это реальность. Так что да. И вы указали мне правильное направление. Существует автор по имени доктор Кришнан, который, по-моему, написал книгу под названием «Военная нейробиология». Но я хотел это сделать. Итак, как вы сказали, вы действительно прилетели сюда, в Майами, к очень уважаемому врачу по имени доктор Майкл Хофер. И у него есть статья, это называется «Острыми проявлениями приобретенной нейросенсорной дисфункции». Это название статьи, которая, очевидно, является научной. Но он говорит, что обзор 25 людей с симптомами, которые сообщили о локализованном ощущении шумового давления, и 10 бессимптомных людей, соседей, пострадавших по комнате, которые не испытывали звукового давления, результаты сразу после воздействия. Большинство из них, большинство людей, жаловались на сильную боль в одном или обоих ушах и испытывали тиннитус, который представляет собой звон в ушах. Все испытуемые отмечали неустойчивость и признаки когнитивных нарушений. Во время презентации в нашем центре головокружение было обнаружено у 92% пациентов, а когнитивные жалобы у 56% были наиболее распространенными симптомами. Формальное тестирование показало, что у 100% людей были атолитические аномалии и признаки когнитивной дисфункции. Вы же врач, доктор Биар. Что такое атолитические аномалии? Так вот, это часть вашего внутреннего уха. Если вы хоть немного помните анатомию, то там есть что-то вроде трех маленьких петель, которые определяют, где находится верх и низ. И они взаимодействуют с вами и позволяют вам ориентироваться. Так вот, это аутолитическое средство. Это вестибулярное средство, возможно, было бы более подходящим словом для понимания этих вестибулярных дисфункций у этих пациентов с гаванским синдромом, которые являются тяжелыми. Например, из-за того, что эта статья и некоторые другие статьи подверглись такой критике, что ну, это всего лишь вариация. Вы знаете, некоторые люди, даже страдающие тревожным расстройством, ощущают эту неустойчивость. И у этих пациентов можно обнаружить некоторые вестибулярные нарушения, но не до такой степени. В моем случае, с одной стороны, у меня наблюдается соцентная потеря этой функции. Итак, у меня серьезная вестибулярная дисфункция, и характерный признак этого направленного энергетического воздействия или атак, это определенно атака. Нам нужно поговорить об интенциональности. Это очень интересный вопрос. Но характерная черта направленных энергетических атак заключается в том, что они в первую очередь повреждают вашу ось вверх и вниз. Так что вы не знаете, закроете ли вы глаза, если вместо этого закрою их я, я упаду вниз. Итак, вы и это, и тот факт, что ваш мозг постоянно пытается определить, где вверх, а где вниз. Это отнимает много времени у вашей когнитивной функции. Таким образом, ваш когнитивный диапазон действительно сокращается. И именно отсюда возникают когнитивные жалобы. Я могу формировать воспоминания. На самом деле я нахожусь в отпуске по болезни, и у меня есть полная. Да, у меня есть офисная работа. У меня есть познавательная работа. Я не могу работать, потому что не могу сосредоточиться. И вдобавок ко всему, я не могу предсказать, когда меня ударят, а когда на меня нападут, я полностью выйду из строя. Так что я нахожусь в отпуске по болезни. Я нахожусь в отпуске по болезни в течение последних шести месяцев, и я собираюсь остаться до конца года. Год, а потом посмотрим, что произойдет. Но ситуация становится все хуже и хуже. Честное слово. Я рад, что, кстати, я рад, что когда я задал вопрос о том, что я параноидальный шизофреник, вы восприняли это очень хорошо, потому что он огромный парень. И вы могли бы надрать мне задницу. Так что я рад, что вы не обиделись на меня. И еще, Кармен, моя мама всегда говорит, что я страдаю истерией, поэтому как только я покину студию, у меня сегодня будет звон в ушах. Ты же знаешь это, Кармела. Конечно же, у вас будут все симптомы. Доктор Медвежонок, что вы сделали? И Карм. Я позволю вам вмешаться. И знаете что, Карм? Пожалуйста, продолжайте с первого места. О, спасибо вам. Спасибо вам. Да, мы первого ранга. Все в порядке. Нет, я подумала, есть ли какая-то внешняя возможность. Внешняя возможность того, что вы, что есть две разные вещи, о которых, я думаю, совершенно нестандартно. Которые могут быть глупыми, абсолютно глупыми и, возможно, не такими уж глупыми. Но существует ли вероятность того, что ваши ежедневные события сейчас похожи на то, что происходит с эпилептиками? Я не говорю, что у вас эпилепсия. У вас есть то, что вы думаете, но у них бывают приступы из-за болезни, не обязательно из-за того, что они подвергаются нападениям каждый день. Другими словами, могло ли всё это начаться с вашей первоначальной атаки, и теперь на вас не нападают каждый день или несколько дней в вашем доме? Потому что, если бы это было так, я бы посоветовала вам переехать на новое место. Я побывал в другом штате. Я побывал в городе, побывал в нескольких местах, и повсюду на меня нападают. Позвольте мне рассказать вам о нашей недавней поездке, потому что мы также озадачены. И я хочу ответить на ваш вопрос о том, были ли это нападения или какие-то эпизоды, например, второстепенный эпизод. Да. Это внезапное появление, и субъективно оно кажется абсолютно, абсолютно похожим на мой оригинальный текст. Таким образом, у вас развивается именно такое чувство. Я имею в виду, вы знаете, если вы. Если вы вибрируете, значит вы вибрируете. Если вы. Если вы. Если вы понимаете это, у меня в голове что-то спрятано. У меня есть тепловые снимки, показывающие, что эти волны, эти направленные энергетические волны, могут нагревать только часть вашей головы до 105 градусов. Итак, у меня есть тепловые снимки, показывающие, что только одна часть моей головы во время этих приступов, только одна половина, нагревается до 105 градусов. Нет никаких естественных условий, которые могли бы вызвать это. И я забыл, кто я такой. Не могло ли это быть следствием первоначальной атаки? Последствия первоначальной атаки, вот результаты. Эти ежедневные атаки являются следствием первоначальной атаки, а не ежедневной новой атаки. Да. Верно. Итак, для того, чтобы ответить на этот вопрос с научной точки зрения, предоставить доказательства, вам необходимо обнаружить эту энергию. Итак, в том отчете, который вы упомянули, Джоэл, в отчете ДНСКА от 1 февраля, в кратком изложении, есть раздел, посвященный обнаружению. И единственное слово, которое вы можете прочитать в этом разделе – обнаружение. Остальные абзацы по-прежнему заблокированы. Это все еще засекречено, так что это был бы правильный научный подход к ответу на ваш вопрос. Если это атака, вы должны быть в состоянии обнаружить эту энергию в режиме реального времени. Субъективно это ощущается точно так же, как в оригинальном тексте. Так оно и есть. Я знаю, что когда это начинается, ощущения точно такие же. У меня от этого голова раскалывается. У меня кружится голова. Это не функциональные эпизоды. Это нападение. Это нападение. Кстати, компания «Полимер», компания «Полимерополис» сообщила, что это была одна из причин, по которой он не хотел прекращать работу. Он любил свою работу, если я правильно помню. Но одной из причин, по которой ему пришлось прекратить работу, были симптомы, которые сохранялись долгое время после этого. Она все еще у него. И она все еще у него. И он примерно вашего возраста, на несколько лет моложе вас. Это похоже на черепно-мозговую травму. А теперь я скажу еще кое-что, что определенно повлияет на вас. Вы не страдаете шизофренией, но это выставит меня сумасшедшее. Я помню, что люди не стали бы покупать дома под этими огромными электрическими генераторами. Это линии электропередач. Это линии электропередач. Потому что они не спрашивают меня, что они излучают, но они излучают нечто, вызывающее рак мозга. Итак, есть дома, которые были построены без ведомо строителей прямо под этими вещами. И если вы выйдете в пригород, вы сможете увидеть эти большие, огромные, гигантские линии. Вы ведь не живете под линией электропередач, не так ли, доктор Биар? Нет, нет. На самом деле в нашем районе парализованные люди живут под землей. Но я все это исследовал. Я слышал разговоры о вышках сотовой связи 5G, Wi-Fi, о том, что некоторые люди сверхчувствительны к электромагнитному излучению всех видов. Мы отключили электричество во всем доме. Так что здесь нет Wi-Fi, нет счетчиков и вообще ничего. И я все еще чувствовал это. Затем мы отправились в Западную Вирджинию, где есть радио «Национальная зона тишины», потому что именно здесь находится радар дальнего космоса, который определяет, где находится радар, который обнаруживает сигнал из глубокого космоса. Космос. Для нас это было похоже на 12-часовую поездку в машине. Так вот, поскольку здесь нет вышек сотовой связи, нет сотовых телефонов, они даже не разрешают использовать автомобили с зажиганием, потому что искра создает радиосигнал. Итак, мы добрались до этой зоны. Я был так близко к ограждению этого большого телескопа, и я все еще чувствовал это. И единственное, что действительно можно уловить в том, что касается сигнала, это спутник GPS. Я не делаю никаких выводов. Я не строю никаких предположений. Я просто, я просто говорю вам, что нам нужно, чтобы разобраться в происходящем. Я должен воспитывать своих детей в этой зоне, чтобы они не были зависимы от своих айпадов, к которым они уже привыкли. Но мы уже говорили о рассекречивании информации о ДНР ранее. Вот оно. Это ДНР. Я директор национальной разведки. Они опубликовали докладную записку по этому поводу и рассекретили документы, в которых говорится, что раннее временное повышение биомаркеров. Указывает на клеточное повреждение нервной системы. Таким образом, это законная проблема, которой занимаются Соединенные Штаты и Федеральное правительство. Доктор Биар, прежде чем мы перейдем к некоторым другим аспектам, у вас есть партнер, и ваш партнер не пострадал, но задавал ли он вам вопросы? Испытывает ли он к вам жалость? Он беспокоится о вас. Не кажется ли ему, что вы немного не в себе? Не так ли, какова его реакция? Я полностью поддерживаю его. Мы вместе уже 20 лет. Он так хорошо меня знает. Поэтому, когда со мной это начало происходить, он не задавал никаких вопросов. Он мой самый большой сторонник. Он позвонил каждому сенатору, входящему в комитет по разведке. Благодаря ему я предстал перед нашей палатой представителей. Он также поддерживает меня. Лучшего партнера я и желать не мог. И он мне очень-очень помогает. И я знаю, что родственники не верят другим людям с похожими жалобами, и в конечном итоге они оказываются в социальной изоляции. Но это не тот случай. Я сам себя окружил. У меня есть лучший друг, который, повторяю, никогда не задавал мне вопросов. И я объясняю это. Я не такой, я не такой, я не особенно теплый, эмоциональный человек. Я просто отдаю вам мясо. И я, и я, если я не знаю, то я не знаю. Но то, что я действительно знаю, я говорю с уверенностью, и люди, которые знают меня, действительно знают меня, мой лучший друг. Мой партнер никогда не задавались вопросом о том, что со мной произошло. Так вот, ваш сенатор, это сенатор Тэми Даквард, ветеран войны в Ираке, и я полагаю, инвалид с ампутированной конечностью из войны, я полагаю. Вы написали ей письмо, и она ответила, отправив письмо в ФБР. Это часть вашего письма к ней. Вы сказали, что доктор Хофер, который также является врачом здесь, в Майами, диагностировал у меня именно это состояние, связанное с направленным воздействием энергии. Пожалуйста, поймите серьезность ситуации. То, что произошло с американскими дипломатами и сотрудниками посольств на Кубе и в России с Марком Палмиропулосом, происходит и здесь, в Иллинойсе. Факт заражения определяется объективными вестибулярными тестами, которые невозможно поделать. Использование устройств направленной энергии рассматривается ООН как военное преступление и преступление против человечности, и ему присвоен термин «киберпытка». Это письмо, которое вы написали сенатору. И теперь ФБР ответила сенатору вскоре после того, как она написала свое письмо, и ФБР пишет «Внимание, сенатор Даквард!» Для того, чтобы ФБР могло начать расследование любой жалобы, которую мы получаем, должны быть представлены конкретные факты, чтобы указать на то, что имело место нарушение федерального закона в рамках нашей следственной юрисдикции. Основываясь на информации, предоставленной мистером Биаром, мы не можем установить каких-либо нарушений федерального законодательства в рамках следственной юрисдикции ФБР. Поэтому мы не можем оказать вам помощь. Таким образом, ФБР фактически отказалась от расследования. Позвольте мне остановиться прямо здесь. Кармела, вы находитесь на планете Земля почти 83 года. Вы являетесь лицензированным терапевтом. Что вы думаете об этом? Я думаю, что то, что нужно сделать доктору Биару, это найти других людей, не связанных с федеральным правительством, которые столкнулись с этим. И подать коллективные и что-то в этом роде. Потому что косвенно вы подвергаетесь дискриминации. Это не так, а если и так, то вы не можете сделать это в одиночку. Вам нужны другие люди. Это отличный переход. Подождите минутку. Просто подождите. Дайте ему отреагировать. Нет, доктор Биар. Есть ли другие случаи, когда жертвами нападений становились другие гражданские лица? Поддерживаете ли вы с ними связь? Да, существует множество организаций, которые занимаются именно этим, оказывают эмоциональную поддержку и своего рода чувство общности. Потому что это тяжелая жизнь. Это жизнь, полная страданий. И я вхожу в консультативный совет крупнейшей организации под названием «Целенаправленное правосудие». webtjustice.com – это их веб-сайт. У нас только что была встреча. Мы обсудили различные стратегии. Одна из них – подать в суд на правительство. Но из-за отдаленного характера этого дела я не могу предъявить никаких претензий. Как будто люди думают, что это наше собственное правительство делает это с нами, например, экспериментирует и совершенствует свое нейрооружие. Я не утверждаю этого. Но в целом в моем конкретном случае я мог бы сделать вот что. Потому что ФБР уже дважды отклоняло запросы по проведении расследования. Потому что я гражданское лицо, потому что у них недостаточно информации, но они, по сути, замалчивают это. Но каждое агентство, в которое мы обращались из ДОС и ЦРУ, они говорили, поскольку вы частное лицо, вы не являетесь частным лицом. Федеральный служащий. ФБР должно было расследовать это дело, но ФБР отказалось. Единственное, на что я бы не стал подавать в суд, так это на то, что я не могу подать в суд на кого-либо или даже на группу людей, потому что мы не знаем, кто это делает. Поэтому если вы назовете не того ответчика, это будет поводом для увольнения, для прекращения дела. Таким образом, практически невозможно что-либо предпринять, но мы действительно придаём смысл. Вы не подаёте в суд, потому что считаете, что это дело рук правительства. Или вы не подаёте в суд, потому что вы подаёте в суд, чтобы получить право на расследование. Именно на это вы и подаёте в суд. Вы подаёте в суд, чтобы получить право на расследование. Это совсем другое дело, чем обвинять их в том, что они виновны в чём-то. На нашем веб-сайте перечислено около 200 случаев, когда люди пытались подать в суд на различные агентства именно за это, и каждый из них был отклонен. Каким образом? На Земле? Национальная безопасность, секретность – это неправильный подход к назначению неподходящей защиты. Когда вы имеете дело с правительством, возникает проблема. По сути, вы просите правительство провести собственное расследование, выражаясь не моими словами, а словами сообщества, которое в сообществе абсолютно убежден, что это эксперимент с новым оружием. Мы не давали никакого согласия, так что это является нарушением Женевской конвенции. Я хочу, чтобы мое правительство провело расследование. Я действительно этого хочу, но подавать в суд на правительство – заведомо проигрышное дело. Все в порядке. Приблизительно сколько их? Один, второй, они не закончили. Мне очень жаль, но продолжайте. Да, это была еще одна часть вопроса. Так что есть много людей, которые утверждают, что испытали это на себе, и у меня нет причин не верить этому. Но мне кажется, что я единственный гражданский человек, который действительно прошел через этот процесс, потому что, возможно, я мыслил методично. И вы врач, вы ученый. Вы совершенно правы. Таким образом мы говорим на одном языке. Но доктор Хоффер сказал мне, что он действительно ставил диагноз другим гражданским лицам, но не мог раскрыть их имена, очевидно, из соображений конфиденциальности. Это был мой вопрос. В целом, в целом, я обзваниваю дипломатов, агентов ЦРУ и других людей. Есть ли у нас приблизительное представление о том, сколько людей заявили, что у них гаванский синдром? И сколько из них гражданские лица? Количество гражданских лиц трудно оценить. Я действительно не знаю. Существуют различные оценки. Они варьируются от пяти до двухсот федеральных служащих. Нам известно о тысяче дел, в которых были заявлены претензии, и большинство из них были отклонены, потому что они нашли какую-то другую причину. Да, какое-то другое заболевание или ранее существовавшее заболевание, или у них была травма раньше, и именно это имеет значение. На самом деле, это не исключает направленных энергетических атак. Главный инструмент, зная, что оружие с направленной энергией реально, мы действительно должны иметь в своем распоряжении инструменты обнаружения. И поскольку это вопрос общественной безопасности, поскольку я являюсь общественным деятелем, я являюсь частным лицом. Это вопрос общественной безопасности. Речь идет не о нападениях на дипломатов в зарубежных странах. Это вопрос внутренней общественной безопасности. Мой опыт работы с Марком Пари и Мерополисом ограничен. И он сказал нам, что в начале 2007 года не настаивайте на точности, посмотрите эпизод, который у нас есть на Марк Пари и Мерополис. У нас был эпизод несколько месяцев назад, и он сказал нам, что в начале они даже не стали бы лечить его в медицинской системе из-за агента ЦРУ, потому что они не осознавали, что это реальное состояние, пока сами этого не сделали. И теперь он получает лечение, потому что это признанный факт. Таким образом, они сделали еще один шаг вперед, и их признали настоящим фактом. Хорошо, а теперь у меня есть еще один вопрос после этого. Ответьте на этот вопрос. У меня есть небольшой комментарий к вашему заявлению. Врачи могут поставить диагноз. Мы знаем, как это диагностировать. Существует опубликованная литература. Есть отчет CDC, который, наконец, стал достоянием общественности. Таким образом, мы, врачи, знаем, как ставить диагноз. Правительство не признает никаких гражданских лиц с гаванским синдромом, потому что, если бы они это сделали, мы были бы включены в этот гаванский закон. А как насчет вашей страховки? Ваша страховка признает это? Ваша медицинская страховка признает это? Это? В медицинской сфере это действительно так. Страховая компания, которая предоставляет финансирование, отпуск по болезни, также признает это. И у меня есть полный диагноз – синдром черепно-мозговой травмы с вестибулярным расстройством из-за направленной энергии, также известный как гаванский синдром. Это мой диагноз, который поставили мне врачи. Невролог поставил мне диагноз травматическая энцефалопатия. Доктор Хофер поставил мне диагноз нарушения вестибулярного аппарата с помощью направленной энергии. Он назвал это приобретенной нейросенсорной дисфункцией, но по сути именно этот термин он придумал для обозначения гаванского синдрома. Таким образом, медицинское признание существует. Есть эксперт по нейрооружию доктор Джеймс Джордана, который сделал комментарий на медицинской конференции. Я фактически вынудил его. Я задал ему этот вопрос, и он признал, что да, это пострадавшие гражданские лица, и подтвердил, что у них действительно есть синдром гаваны. Но у правительства его нет. Я вас слышу. Я вас слышу. Я вас слышу. Чтобы правительство признало государственных служащих, таких как ЦРУ или дипломаты. Я должна сказать вам, что вы не параноик, а я параноик. Я всегда говорю, что у меня небольшая паранойя на грани срыва. Так что я тоже думаю о другом. Во время Второй мировой войны, просто в качестве вступления, мы прятались в Венгрии и в Будапеште, и русские освободили нас. Хорошо? Советская армия, Красная армия, мы прятались там, и они освободили нас. Именно так я выжила. Они сделали что-то очень хорошее. С тех пор русские совершали некоторые не очень приятные поступки. Например, они убивали шпионов в Англии. Навальный. Недавно они отравили Навального, как вы, должно быть, слышали. На Украине идет война. Какой в этом смысл? Вы слышали о ситуации с Навальным. Затем они устроили небольшую войну, которая все еще продолжается на Украине. И? Вы предполагаете, что за этим стоят русские? Да, такая возможность существует. Существует вероятность, что за этим стоят русские. Вы из ФБР успокойтесь. Но? Что он сказал? Он сказал, что вы из ФБР. Это тоже возможно. Да, я забыла вам сказать, что я действительно работаю на ФБР. Доктор Биар, мне это очень интересно. Так как же вы нашли доктора Хофера? Что он за врач? Расскажите мне, каково это было, когда вы приехали сюда, в Майами, чтобы пройти обследование? Почему бы нам не поговорить еще минутку о русских? Мне любопытно. Мне любопытно, почему. Здесь есть один связующий фактор, который заключается в том, что вы родились на территории России и учились в медицинской школе в России. Так что, возможно, это очень далеко отсюда. Доктор Биар, считаете ли вы, что русские нацелились на вас? Вот вопрос, Кармела. Я так не думаю. Я так не думаю. Но потому, что для русских было бы очень рискованно предпринимать что-либо на территории США. Я думаю, что это привлекло бы внимание наших разведывательных служб. Соединенные Штаты имеют долгую историю. Соединенные Штаты имеют долгую историю проведения экспериментов над своими гражданами, не так ли? Так вы склонны думать, что это что-то в этом роде? Это возможно, потому что нейрооружие, которое вызывает повреждение мозга, в конечном счете военные хотят использовать его на людях. Таким образом, вы не можете экспериментировать на мышах и получить тот же результат. Вам нужно точно настроить его на реальных людей. И поэтому вполне возможно, что для этой цели используются гражданские лица без их согласия. Но это всего лишь предположения. И на этом я собираюсь остановиться. А теперь вернемся к моему вопросу, потому что я считаю его важным. Русские остались в стороне. Он сказал, что не думает, что это были русские. Хорошо, я принимаю это. Хорошо. Возвращаясь к моему вопросу. Так как же вы нашли доктора Хофера? Что за врач доктор Хофер здесь, в Майами? И на что был похож этот опыт? И каков был окончательный диагноз, о котором, я думаю, вы уже упоминали в последней части. Итак, после того, как у меня начались судороги и когда они действительно обострились до такой степени, что мне пришлось принять срочные меры. Речь шла о моем здоровье. И поэтому местные врачи, местные неврологи на самом деле ничего не знали об этом. Они никогда не сталкивались с подобными симптомами. Они не смогли ничего диагностировать. Поэтому я провел собственное исследование. Я начал искать, у кого еще есть эти симптомы. Я сразу же обращаюсь к литературе. Я не просматриваю, знаете ли, Басфетт или Ор. Я захожу на ПАБМТ, я обращаюсь к источникам и нашел доктора. Это публикация Хофера. Доктор Хофер очень уважаемый специалист по аутоневрологии. Аута означает ухо и неврология. Таким образом, речь идет о пересечении внутреннего и наружного уха, всего уха и нервной системы. Потому что в конечном счете мы слышим звук, который преобразуется в сигнал между нейронами. И в этом его особенность, потому что центр тяжести, то, как мы воспринимаем гравитацию, также расположен в ухе. Это целая система. Так что это его специальность. И именно поэтому в феврале 2017 года он читал об этом лекцию. И вы знаете, вы можете найти его лекцию. Ему позвонили из Министерства обороны, и они сказали, что у нас возникла ситуация. У нас на Кубе есть люди, которые испытывают эти вестибулярные симптомы. У них кружится голова, у них кружится голова, они слышат то, чего не слышат другие люди, и все это взаимосвязано. И их когнитивные способности очень быстро снижаются, и они страдают. Это болезненно, их тошнит. Картина не из приятных. Если бы вы видели меня во время приступа, я бы просто забился в угол и застонал, хватаясь за голову и вырываясь из легких. Это по любому определению настоящая пытка. Поэтому я связался с доктором Хофером. Я получил направление от своего невролога и, конечно же, связался с доктором Хофером. У нас состоялся телемедицинский разговор, и он пригласил меня, сказав, пожалуйста, запишитесь на прием, но вам придется потратить целый день на проведение вестибулярных тестов. И вот, а потом случился ковид, и это задержало его на несколько месяцев. И вот, наконец, ровно два года назад, когда они открылись, я наконец-то совершил это путешествие. Доктор Хофер очень хороший врач. И он сказал, единственное, что я могу вам сказать, это то, относитесь ли вы к гаванской когорте или нет. И после дня проведения вестибулярного теста, и я хочу подчеркнуть, что эти тесты невозможно поделать. И если вы притворяетесь, они точно узнают, потому что эта статья уже опубликована. Так что вы можете, вы можете прийти к доктору. Хофер, который обращается в аутоневрологию и говорит, что у меня есть эти симптомы. А теперь давайте проверим ваши вестибулярные органы. И эти тесты являются объективными. И серьезность этих вестибулярных нарушений очень выражена. Разница не составляет и 50%. Я уже говорил вам, что с одной стороны потеря была сотипроцентной. Так что я нахожу его очень приятным, очень дружелюбным и очень профессиональным. И он сказал, это единственное, что я могу сделать, я могу сделать для вас. Попытайтесь связаться с доктором Джордана, который является экспертом по новейшему оружию в Джорджтауне. Я пытался. Я не смог связаться с доктором Джорданом. Он всемирно известный эксперт по новейшему оружию, который также является профессором биоэтики. И еще он посоветовал попробовать вестибулярную реабилитацию. Я сказал ему, что мои приступы продолжаются. Вот что произошло с вестибулярной реабилитацией. Я ходил и выполнял эти упражнения, а потом на следующий день на меня нападали, я возвращался на следующую реабилитацию и весь прогресс был стерт. Вот почему так важно остановить эту атаку, потому что моя вестибулярная функция, моя когнитивная функция у меня есть, я послал вам этот отчет от КЭК, который показывает обрыв соединения в каждой сети. Именно так теперь называется Гаванский синдром. Это неврологическое заболевание, связанное с нарушением работы мозговых сетей. Оно приводит к нарушению связи между нейронами, потому что в конечном итоге энергия нарушает связь между нейронами. Таким образом мой мозг выглядит как поле битвы. Мне нравится, что когда я увидел это и те изображения, я был в ужасе. И я знал, что эти нападения продолжаются. Ситуация будет становиться все хуже и хуже. За последние три года мой мозг постарел примерно на 30 лет. Я, я, все говорят, что вы хорошо выглядите. Да, потому что я занимаюсь спортом, потому что это лучшее, что вы можете сделать для своего мозга. Потому что упорные тренировки высвобождают нейротропный фактор, производимый мозгом, и это оздоравливает ваш мозг. Но у вас такое ощущение, будто у вас открытая рана, и вы пытаетесь сделать переливание крови, но рана все еще заживает. Кровотечение. Вот в чем дело. На меня каждый день нападают, и это не дает моему мозгу восстановиться самостоятельно. И это делается для того, чтобы это могло случиться со мной, и я стал никем. Я всего лишь частное лицо, так что это может случиться с кем угодно. А ФБР даже не хочет проводить расследование. Представьте, что это случится с вами. Представьте, что это случится с вашими детьми. Представьте, что это случится с вашими близкими. Это вопрос общественной безопасности, который должен быть на первой полосе. Люди, это, вероятно, должно стать политическим вопросом, потому что у нас есть расследование Чорча Амки Альтра в 70-х годах. Это заслуживает расследования Конгрессом, потому что страдают люди, страдают обычные граждане. И учитывая имеющиеся у меня доказательства, вы просто не можете замалчивать это и делать вид, что ничего не происходит. Это убедительное доказательство, которое вы можете получить для этого состояния. Это совершенно не имеет отношения к делу. Но иногда, когда вы свободно ассоциируетесь и говорите самые невероятные глупости, из этого может что-то выскочить, другая идея или другая мысль. За несколько недель я узнал всё, чему научился в этом году, благодаря нашим 63 подкастам, что один увлекательнее другого. Это разные темы. И один из них был с хоккеистом, который дважды выигрывал кубок Стэнли. Это Дэниел Корчилло, который является соучредителем основателя Весана Хэллс в Чикаго. Но позвольте мне, позвольте мне, могу ли я просто, могу ли я просто вкратце рассказать доктору, о чём шла речь? Почему я упоминаю об этом? Это очень далеко от истины, хорошо? Это почти на 100% не имеет никакого отношения к делу или очень незначительно. Но этот относительно молодой человек играл в хоккей с детства и перенёс очень большое количество сотрясений мозга. Его лучший друг в возрасте 34 лет отправился вздремнуть днём и так и не проснулся, потому что их мозг был серьёзно повреждён в результате сотрясения мозга. Он стал склонен к суициду. Вам тоже стоит послушать этот эпизод. Поэтому я дала вам два домашних задания, чтобы вы прослушали два разных эпизода нашего подкаста. Этот человек был на грани самоубийства, потому что чувствовал себя таким подавленным и не в духе, и у него действительно был повреждён мозг, и он пошёл и вязался в это дело. И я не утверждаю, что вы должны это делать, но это идея медикаментозного лечения. Хорошо. Теперь он начал с вопроса, как это называется? Тайсон? Майк Тайсон, инвестор компании. Вы знаете, кто такой Майк Тайсон? Майк Тайсон? Если вы находитесь на этой земле. Майк Тайсон и этот молодой человек. Это всё равно, что спросить. Слышали ли вы когда-нибудь о хлебе? Всё в порядке. Майк Тайсон и этот человек основали компанию, и они получают начальный капитал для её создания. Микродозировка. Микродозировка определённых грибов. И он утверждает, что это чудо, и что он делает это уже три года. Особое внимание уделяется микроуправлению. Карм, вы были правы почти на сто процентов. Я просто хочу кое-что прояснить. Майк Тайсон – инвестор, а не основатель. Человек, который основал компанию, играл за Чикаго Blackhawks. Он профессиональный хоккеист. Он выиграл два кубка Стэнли. Вам следует навестить его. Его зовут Дэниэл Корсила. Он был бойцом в НХЛ. Есть человек, которого называют инфорсёром. И он участвовал в более чем 200 жестоких боях в качестве игрока НХЛ в хоккейной лиге. У него черепно-мозговая травма. Он перепробовал все доступные средства правовой защиты. Абсолютно всё. Он был на грани самоубийства. Он думал о том, как покончить с собой. И у него есть дети. Он начал с псилоцибина. Джоэл, вы не должны позволять ему смотреть это. Мы не будем вдаваться в подробности. Вы только что потратили 40 минут на то, чтобы что-то объяснить, и 30 секунд на то, чтобы объяснить это правильно. А теперь получаете письма с ненавистью от наших зрителей, которые говорят, что я вас перебиваю. Они всегда были зрителями. Все кричат на меня, потому что я молод. Эта девочка не выполняет свою домашнюю работу. Эта девочка не выполняет свою домашнюю работу и даёт неточную информацию. Короче говоря, она использует то, что они называют волшебными грибами или псилоцибином. Мудрые слова кормелы таковы, что вам, возможно, захочется взглянуть на это. На самом деле, я предложил эту марку Племерополису. Считается, что это чудодейственное лекарство для мозга. Для начала, для начала. Вот и всё. В чём дело? Это похоже на перезагрузку, как вы сказали, нейротрансмиттеров. Да. Это далеко идущая идея, но вы, по крайней мере, чувствуете, что пытаетесь что-то сделать. Я просто хочу почувствовать, что я что-то делаю. Я действительно хочу что-то сделать. И большое вам спасибо за это предложение. Я хорошо знаком с исследованиями псилоцибина. Я знаю, что он обладает некоторыми чрезвычайно интересными эффектами. Что касается неврологии, то никто, скажем, игроки НФЛ или футболисты не получают подобных повторяющихся травм из-за сотрясения мозга. Поэтому, прежде чем вы прекратите программу реабилитации, вы должны прекратить подверженность этим травмам. И это все, о чем я прошу. Я могу провести реабилитацию. Я могу принимать псилоцибин. Я могу делать и другие вещи. Но давайте прекратим травмы, нападения, которые наносят ущерб моему мозгу и мозгам других гражданских лиц, которые страдают от этого. Независимо от того, поставлен диагноз или нет, мне поставили правильный диагноз. И так уж случилось, что у меня точно такие же отклонения, которые соответствуют когорте кубинцев в Гаване. Так вот почему мне поставили этот диагноз. Но вы не должны начинать что-либо делать со своим мозгом, пока не остановите травму. Я вас слышу. Я вас слышу. У меня есть вопрос. Я беру это на себя. Да. Мой вопрос заключается в следующем. Слышали ли вы случайно или статистически о том, что через некоторое время приступы прекращаются? Что такое псилоцибин? Нет-нет, приступы, которые вы испытываете сейчас, уменьшаются, замедляются или прекращаются. По словам Марка Полимерополиса, нападение на него остановлено. Так оно и есть. Возможно, ему ненамного лучше, но он, он, он не подвергается нападению. Я не был похож на предполагаемых кубинских дипломатов, когда они вернулись. Я также понял из репортажей, которые я видел, что они не подвергаются нападениям. Они просто восстанавливают свой мозг. Таким образом, они проходят курс реабилитации. Они принадлежат Уолтеру Риду. Сейчас у Джона Хопкинса есть специальная программа, но она направлена исключительно на реабилитацию. Кто собирается остановить нападение? Вот о чем я прошу. А слышал ли я кого-нибудь, чьи нападения были остановлены? Да, это кубинский дипломат Марк Полимерополис. Я слышал о них. Это он. Остановился. Приступы прекратились, но симптомы все еще сохраняются. Приступы прекратились, но симптомы все еще сохраняются. Кармела, я собираюсь задать этот вопрос. Еще два вопроса, и мы должны завершить обсуждение. Один из них адресован Кармелле, а затем, конечно же, последнему доброму доктору, доктору Биару. Кармела, я собираюсь задать этот вопрос еще раз. Вы живете на этой земле уже почти 83 года. Во-первых, вы верите доктору Биару? И во-вторых, что, по вашему мнению, здесь происходит? Я действительно верю. Я действительно верю, что он совершает ежедневные нападения. Я не уверена на 100%, без обид. Извините, я очень честна в том, что происходит в моем мозгу. Я не уверена на 100%, что это не из-за того, что на вас изначально так сильно напали, что вы не выздоравливаете. Каждый день вы испытываете новый приступ. Но я не знаю, выглядит ли сейчас в вашем доме совершенно нормальным, что на вас нападают каждый день. Находитесь ли вы в разных местах дома, когда на вас нападают? Доктор Биар, это был вопрос с подвохом, потому что Кармела действительно должна была сказать, честно говоря, я понятия не имею. Я ничего об этом не знаю, но... Нет, я никогда так не говорила. Я никогда не произнесу этих слов. Я ничего об этом не знаю. Это противоречит моим глубочайшим убеждениям. Но сейчас она задает миллион вопросов. Но самое приятное для вас то, что она вам верит. Я верю вам. Конечно, я верю вам. Именно вы проходите через ад. Он славный еврейский мальчик. Доктор Биар, последний вопрос к вам. Что, почему вы это делаете? Я вижу это с самого начала. Как вы думаете, почему на вас нападают? И когда же это закончится? Он избранный. Почему? Это справедливый вопрос. Кто-то делает это со мной, и вы спрашиваете меня, почему? В любой другой ситуации вам следовало бы задать этот вопрос. Подождите минутку. Сейчас вы позорите жертву, спрашивая, почему они нападают. Я ценю ваш ответ. Объясните, что вы только что хотели сказать. Вы позорите жертву. Это очень важно. Пожалуйста, продолжайте. Я не уверен. Я думаю, что сказал все. О, я знаю, что я собирался сказать, Кармела. Я понимаю ваш скептицизм. И это очень трудно себе представить. Для меня было самым трудным признать, что на самом деле я хотел бы, чтобы это было какое-то психическое, нейросенсорное, неврологическое расстройство. Потому что это поддается лечению. Самым трудным для меня было смириться с тем, что кто-то намеренно делает это со мной. И если они делают это один раз, что мешает им делать это каждый день? И я думаю, что именно это и происходит. Вот почему людям так трудно представить, что кто-то может так поступить с другим человеком без особой причины. Но мир полон психопатов. Это часть человеческой натуры. Есть люди, которым доставляет удовольствие причинять вред другим людям. Есть люди, которые могут оправдать многие вещи, в том числе эксперименты на гражданских лицах без их согласия ради какой-либо идеи, которую, по их мнению, они ценят. Состояние науки и нейробиологии намного более продвинуто, чем это понимает широкая общественность. Людям так трудно себе это представить, но просто подумайте о своем мобильном телефоне. На планете насчитывается около 7 миллиардов мобильных телефонов. И все же спутниковый сигнал позволяет найти этот единственный номер и позвонить именно по этому номеру, потому что он имеет определенную частоту. И знаете что? У всего есть своя частота. Ваша ДНК имеет резонансную частоту. Резонансная частота есть и у вашего мозга. Если это материал, если это материальный объект, такой же как музыкальная вилка, то при правильной частоте он начнет вибрировать точно так же. Наши молекулы, наш мозг, материя, из которой мы произошли, ничем не отличаются. Это простая концепция, но затем вы добавляете к ней все эти современные технологии. И вот вы читаете эти книги, в которых буквально рассказывается об этих военных разработках в области нейровойны, технологии деградации мозга. В которой вам на самом деле не нужно убивать врага, вы просто нужно сделать их глупыми. На ком вы собираетесь ставить эксперименты? Если вы действительно считаете, что нам нужно смертельное оружие, и нарушаете правила, я могу рассматривать это как предположение, гипотетически, я могу себе это представить. Не так ли? Могу я кое-что сказать? Я думаю, что самый простой способ для одной страны на этой маленькой планете одержать победу над другой страной, это просто сделать всех в другой стране глупыми. Вам следовало бы стать военным стратегом, вы военный стратег. Это так и есть. Это доктор Биар. Большое вам спасибо за то, что поделились своей историей. Напомните, что представляет собой ваш веб-сайт. Моя личная платформа для социальных сетей, Twitter, и вы можете использовать ее, это P. Сарданикос, потому что все остальное было удалено. Но, мне нравится, P. Сарданикос в Twitter. Правильно. И я вхожу в консультативный совет организации под названием этиджустики.com. Это для гражданских лиц, пострадавших от этой технологии, как они себя называют, мы называем себя целевыми индивидуумами и людьми с синдромом небес. Потому что это часть своего рода одной технологической программы. И это очень спорный вопрос. Они называют людей, на которых нацелены, по сути, плохими именами. По сути, они думают, что все они параноидальные шизофреники. Но, по-видимому, это не так. И у меня гаванский синдром. Если вы имеете дело с этим. История доктора Биара, адресованная Justice.com или писарданикос в Twitter. И сразу после того, как я заканчиваю кормела, вы поднимаете руку. У нас есть последний вопрос, который мы задаем. Я испытываю непреодолимое желание закончить этим заявлением Генри Киссинджера. Заканчивайте. По-моему, Генри Киссинджер сказал, что даже у таких параноиков, как я, есть настоящие враги. Даже у параноиков есть настоящие враги. Так что даже если я параноик, у меня все равно есть настоящие враги. Другими словами, мы все должно быть немного параноики. Потому что мы не знаем, кто наши враги. Это правда. И это трудно переварить, но. Это трудно переварить. Но, доктор Биар, послушайте, большое спасибо за то, что поделились своей историей. Я знаю, что вы плохо себя чувствуете. Мы надеемся, что вам станет лучше. Мы надеемся, что вы не стали мишенью. Мы надеемся, что вы вернетесь и будете держать нас в курсе событий по мере получения дополнительной информации. И... Да, дайте нам знать. Дайте нам знать, как обстоят дела на самом деле. И будьте здоровы. А еще я хотел бы получить несколько советов о том, как в ближайшее время увеличить размер ваших рук до 140-го размера. Ему нравится поднимать краску. Пойдемте с нами в тренажерный зал. Я так и сделаю. Не за что. В любое время. Я так и сделаю. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Мы сейчас вернемся. Всего вам самого наилучшего. С возвращением. Пришло время обсудить новости. Итак, Карм, что вы об этом думаете? Мне трудно сказать. Я скажу вам. Я помню, как снимал в прямом эфире перед Капитолием, когда работал на канале Fox News с моим любимым фотографом всех времен и народов. Возвите к великому, ну и к лесу Бейкеру тоже, но к Филу Ла Круа. Лес действительно носит мою шляпу, так что он мой. Он мой любимый фотограф. Но мы с Филом Ла Круа были там, и к нам подошла женщина, которая казалась такой невероятно нормальной. А через 5-10 минут выяснилось, что она дочь какого-то знаменитого сенатора. За ней приходили люди. Очевидно, что она очень параноидальная шизофреничка, но она казалась очень умной и с этим справлялась, и мы не могли заставить ее перестать разговаривать с нами. Но доктор Бер, он действительно кажется таким. Да, мы его уже видели. Да, он кажется невероятно искренним. Что вы об этом думаете? Это он? Это он? Нет, нет. Я скажу вам, что я думаю по этому поводу. Да, пожалуйста, скажите мне. Я думаю, что он очень умный, очень образованный человек. И из-за его обстоятельств, из-за проблем с мозгом, которые он испытывает, он исследовал это. И у него есть медицинское образование для этого. И у него есть мотивация узнать как можно больше. Сам того не желая, благодаря своему состоянию, он стал экспертом в этой области. Он только что прислал мне сообщение. И я собираюсь прочитать его вслух от доктора Лена Биара. Спасибо вам, Джоэл. Пожалуйста, передайте Кармеле мои наилучшие пожелания и поблагодарите ее за отличные вопросы. Никто никогда не говорит спасибо. Это невероятно. И вот вы сидите здесь. Это была реальная возможность рассказать свою историю, и я действительно ценю это. Похоже, он невероятно искренний парень. Мне любопытно, какими будут отзывы об этом эпизоде. Интересно, скажут ли люди, почему вы предоставляете платформу сумасшедшему парню. Или же люди скажут, это действительно важная история. Я рада, что вы рассказали мне об этом. Я сказала, что люблю людей, которые наблюдают за нами. И я действительно люблю их больше, чем тех, кто за нами не наблюдает. Но у людей могут быть самые разные мнения. Вот что прекрасно. Некоторые люди скажут «а», некоторые скажут «а». Не мог бы кто-нибудь, пожалуйста, сказать, что я хорошо справляюсь с работой, и прислать мне комментарий. Пожалуйста, я обращаюсь к вам как его мать. Вы видели доктора? Не пожалеете ли вы меня? Вы видели, какого размера руки у доктора Биара? Вы можете ознакомиться с ним на его странице в Твиттер. Что это значит? Он сардоникус. Вы сказали, вы видели герб доктора Биара. Вы имеете в виду, что у него есть герб? Он вооружен. Он совершает великое дело с оружием в руках. У него есть оружие. Хорошо, перейдем к новой теме. Новый закон Флориды, запрещающий аборты после 15 недель беременности, за некоторыми исключениями, нарушает свободу вероисповедания евреев, в дополнение к гарантиям неприкосновенности частной жизни, предусмотренным Конституцией Штата. Именно с таким заявлением выступила синагога здесь, в штате Флорида. Иск подан конгрегацией Ладервадор из Бойнтон-Бич. Что означает Ладервадор? Из поколения в поколение. Все мы одно поколение. Мы учимся. В иске, поданном конгрегацией Ладервадор из Бойнтон-Бич, утверждается, что закон, вступающий в силу 1 июля здесь, в штате Флорида, нарушает еврейское учение, согласно которому аборт, цитирую без кавычек, необходим, если это необходимо для защиты здоровья, психического или физического благополучия женщины и по другим причинам. Причины. Как таковой, закон запрещает еврейским женщинам исповедовать свою веру без вмешательства правительства, и это нарушает их права на неприкосновенность частной жизни и религиозной свободы. Говорится в иске, поданном в пятницу в окружной суд округа Леон, который находится в Таллахасе и является делом Дэна Маркелла. Что вы об этом думаете? Это похоже на откровенный разговор, потому что ортодоксальные евреи не верят в аборты. И вот теперь синагога дверь в дверь заявляет, что это нарушает закон. Здесь написано, что это ортодоксальная церковь. Я вовсе не это имел в виду. Я просто говорю, что это противоречит тому, во что верят ортодоксальные евреи. Согласны ли вы с этими людьми у двери? Подождите две минуты. Подождите две минуты. Подождите две минуты. Иногда вам приходится делать околоплодные воды. Я тоже эксперт в этом деле. Есть ли что-нибудь, в чем я не являюсь экспертом? Нет. Анализы околоплодных вод иногда приходится сдавать позже, чем на пятнадцатой неделе. Да, вероятно, сейчас шестнадцать-семнадцатой недели, но я... Вас не удивляет, что синагога подает иск против закона об абортах? Если это ортодоксальная синагога, то меня зовут Пьетро. Мы обязательно это проверим. Перейдем к следующей истории, и есть причина, по которой я выбрал именно эту историю. Когда в мае этого года появились сообщения о том, что Верховный суд хочет отменить право на аборты, многие задавались вопросом, как могла бы отреагировать покойная судья Рут Бадер-Гинсбург. Теперь им не нужно ждать. Модель искусственного интеллекта пытается создать, воссоздать разум Рут Бадер-Гинсбург. Я думаю, что они ошибаются с точки зрения закона, но с точки зрения фактов нет, сказала симуляция Гинсбург, которая умерла в 2020 году, когда ее спросили о предстоящем решении Верховного суда по делу Роу против Уэйда. Ответ пришел не из многочисленных судебных заключений Гинсбурга, а из модели искусственного интеллекта покойного судьи. Независимо от того, хорошо это или плохо, все решено. И поэтому не мое дело думать об этом, заключил робот РБГ. Все это основано на 27-летней юридической работе Гинсбурга, посвященной Верховному суду. Это захватывающе по нескольким причинам. Недавно в программе «60 минут» был эпизод. У них так много записей о многих переживших Холокост, и они сняли их таким образом, что это почти как голография, что теперь они могут вернуться назад и спросить этих переживших Холокост. Кто у них нет своего мнения о вещах? И теперь они спрашивают мнение Руд Бадер Гинсбург о том, что происходит, когда ее здесь больше нет. Вас это не пугает? Нет-нет. Я думаю, что сейчас вы получите очень длинный ответ. Гинсбург. Это Руд Бадер Гинсбург. Это Руд Бадер Гинсбург. То, что они создавали в качестве информационного банка, это все ее юридические труды, решения и так далее. Так что все это было основано на законе. Следовательно, они могли предсказать, как она отреагирует в этом случае. Однако один из выживших, высказывающий свое мнение о том, что выживший высказывает свое мнение, на мой взгляд, совершенно неверно думать, что вы способны предсказывать с помощью искусственного интеллекта. И я скажу вам почему. Я абсолютно уверен, что это одна из вещей, во что я верю в жизни, заключается в том, что вы, как человеческое существо, можете всю свою жизнь думать, а завтра утром проснуться и вернуться к той же теме, размышляя об этом в течение 83 лет определенным образом. Я могла бы проснуться на следующий день и думать об этом совершенно противоположным образом. На данный момент это человеческий мозг. Я скажу вам почему. Сто процентов. Я понимаю вас на сто процентов. Я скажу вам почему. Как вы думаете, почему я выбрал эту историю? Это из-за парня, который был у нас раньше. Вы ошибаетесь. Я объясню вам, почему я выбрал именно эту историю. Потому что мы находимся в 63 эпизоде. Я создаю свою базу данных о вас. Вы не смогли приехать на потфест в Орландо. Я сделал вырезку из картона. Уверяю вас, я не смогу выжить, когда вас здесь больше не будет. Но теперь мой план таков. Я собираюсь ходить по жизни с вашим картонным изображением. Я буду держать вас в своей машине, когда вас здесь больше не будет. А с помощью программного обеспечения для искусственного интеллекта я смогу задавать вам вопросы. И это будет точно так же, как если бы вы были здесь. Однажды я встретил женщину в Тусоне, штат Аризона, которая жила в нудистской колонии, и она пригласила меня. На самом деле она тоже была очень хороша собой. Она была смотрительницей, очень умной девушкой. Она работала как женщина. Она работала в компании Коука-Кола. Она была родом из Атланты, а потом просто сказала, я отказываюсь от корпоративной жизни. Она переехала в колонию нудистов в Тусоне. Кстати, она действительно хороша собой. Она заботилась о мужчине по имени Билл, и он умер. И она держала урну с его прахом на переднем сидении своей машины только потому, что в колонии нудистов она жила в одной комнате и чувствовала себя неуютно, когда там был прах. Так что, куда бы она ни поехала, она всегда брала с собой Билла, свою урну с его прахом. Я не собираюсь подвергаться кремации. Это было сделано тайно. Я не обязана повторять это. Но у меня будет ваш портрет, вырезанный из картона. Я буду слишком большой, чтобы положить меня на заднее сидение мертвой. Картонный вырез складывается, и у меня будет искусственный интеллект. Я могу это сделать. Я знаю, что была потрясена, когда увидела это. Между прочим, я не уверен, известно ли вам об этом. По-моему, я уже говорил вам, что сохранял все ваши с папой голосовые сообщения в течение последних пяти лет. Боже, этот парень просто сентиментален. К сожалению, кстати, я положил волосы моего сына в свой ящик. Мы подстригли его в прошлом году. О, боже мой, один волосок упал. В чем дело? Пучок волос. Фолликул. Фолликул упал на землю. Вы его подобрали. Извините, Ларри Левин, за то, что поправил мою маму. Извините, пожалуйста, простите меня. Я люблю тебя, Ларри Левин. Перейдем к последнему рассказу. «Я подумал, что смогу поднять настроение всем присутствующим, поскольку мы говорили о действительно серьезных вещах. Предварительные данные свидетельствуют о том, что крушение самолета авиакомпании China Eastern Airlines в марте возможно стало последней подобной трагедией», сказал человек, знакомый с ходом расследования. «Если это подтвердится, это станет четвертым подобным случаем с 2013 года, в результате чего общее число погибших достигнет 554». О чем мы здесь говорим? По мере того, как воздушные суда становятся более надежными, а пилоты менее подвержены ошибкам, смертельные случаи, вызванные убийствами-самоубийствами, становится все более значимой частью общее число погибших авиапассажиров. Несмотря на то, что международные авиакатастрофы традиционно не включаются в статистику воздушных судов, согласно данным, собранным агентством Bloomberg. Они были бы второй по величине категории смертей-смертей в мире, если бы это было так, согласно данным, собранным агентством Bloomberg. В этом нет никакого смысла. Для сравнения, в период с 2012 по 2021 год на самолетах Western Billet в результате ошибок пилотов, механических неисправностей. Или по другим причинам погибло 1745 человек. Это пугает, сказал Малкольм Бреннер, бывший исследователь поведения человека из Национального совета по безопасности на транспорте США, который работал над расследованием рейса 990 авиакомпании Egypt Air 1999 года, которое было признано преднамеренным актом. Это серьезная причина для беспокойства. Отрасль должна заняться этим вопросом. Так что теперь нам не нужно беспокоиться о планах по устранению механических неисправностей. Теперь нам нужно пройти психологический тест. Теперь мы обеспокоены тем, что пилоты-журналисты намеренно скрываются. Это произошло не так давно в Европе. Пилот потерпел крушение в швейцарских Альпах. Что за чудесный путь? В любом случае... В Европе он не мог бы врезаться в Гималайи. Просто проверьте своего пилота. Вы знаете, что я делаю? Я привожу своих детей в кабину пилота. Если они ведут себя нормально и хорошо относятся к моим детям, я знаю, что у нас все в порядке. Если они... Они всегда ведут себя хорошо перед тем, как покончить с собой. Последний пилот предложил моим детям немного алкоголя. Нет. Хорошо, перейдем к трем вопросам к бабушке. Мы скоро вернемся. Сделайте это быстро. Пришло время задать бабушке три вопроса. Кармел, сделайте это так быстро, как я захочу. Еще раз извините Ларри Левина за то, что он оскорбил мою мать. Послушайте, у меня есть... Вы должны просто сказать L. Извините. Ларри. Хорошо, у меня есть три вопроса к бабушке. Я думаю, что это забавно. Я от Виты Алии. Это восьмилетний ребенок. Восьмилетний ребенок. Все дети забрались ко мне в постель. Сегодня все трое заболели. Никто из них не поедет в лагерь. Обе собаки тоже в моей постели. Этель, щенок боксера, спит на спине, высунув язык. Это приводит к вопросу от Виты. Почему Этель спит, как мертвая собака? Нет, она не спит, как убитая собака. Она спит, как послушная собачка. Она доверчива. Нет, ни одна собака не стала бы спать на спине. Я читал это. Мне кажется, что Этель смотрит на детей. Она видит, что они лежат на спине и подражает им. И, кстати, на прошлой неделе я отвез Этель к доктору-ветеринару. На следующий день Мэйбл проснулась от кашля, похожего на лошадиной. Хорошо, все в порядке. Сегодня я проснулся. Этель теперь кашляет, как Мэйбл. Теперь мне пора возвращаться. Я буквально разоряюсь от одного этого. Перейдем к следующему вопросу от ЗЗ Элизы, которой только что исполнилось 6 лет. Почему бы вам не зарядить телефон? Он должен оставаться включенным в розетку. Почему бы вам просто не подключить его к розетке? Почему так долго требуется электричество? Почему он просто не заряжается мгновенно? Почему вы должны оставлять его без присмотра? О, у меня есть ответ на этот вопрос. Это мармелад. Что такое? Последний телефон, который я приобрела после 4 лет использования моего другого телефона, это Apple Phone. Они продали мне зарядное устройство, которое быстро заряжается. Вы просто кладете телефон сверху, и через 20 минут он полностью заряжается. Последний вопрос. Или даже меньше. Я думаю, что это повторный вопрос, но если так, то это невинное повторение. Что это такое? Вот что делает трехлетний ребенок. Джуди тоже спала мертвым сном. Я не хотел его будить. Почему у вас седые волосы? Я думаю, что в этом есть что-то особенное. Опять фолликул? Нет, 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 нет. Но у нас это тоже есть на коже. Это так. Меланин. Нет, 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 нет. Я так и сделаю. Я так и сделаю. Я сейчас не могу вспомнить. Хороший ответ. Но то, что в нем содержится, больше не производит его. Послушайте, мне следовало сразу же упомянуть об этом. Кармела сейчас на ТикТок. Мы создаем гигантскую машину под названием Surviving the Survivor. Кармела, у вас есть какие-нибудь окончательные комментарии сегодня? Да, у моего сына всегда была богатая фантазия. Вас беспокоят целенаправленные атаки? Вас лично? Если говорить откровенно? Да. О. Он довольно тяжелый. Я люблю тебя, Америка. В пятницу мы вернемся и расскажем об убийстве Дэна Маркелла. Тогда и поговорим с вами. Я люблю вас, Америка. Спасибо вам за то, что вы наблюдаете за нами, Америкой. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...